Приветствую вас! Не знаю, заметили вы или нет, но, говоря о том, что у вас есть вопрос, вы, собственно, не задаёте вопрос. По крайней мере, я его на момент прочтения вашего текста не увидел. Я не увидел вопроса вашим текстом. Вот, просто увидел некоторые описания ситуации, в которой вы оказались, и, соответственно, всё. Мне даже не совсем понятно, чего вы хотите от психологов, единственная сложность, которую вы описываете, это сложно связано с доверием в себе, потому что вы говорите, что не знаете, как вам действовать теперь, и не знаете, ну, вот, в каком направлении, условно говоря, двигаться. То есть вы здесь, по сути дела, говорите про недоверие в себе, вы здесь говорите про то, что вам сложно опереться на себя в контексте принятия, как их решение. Но это, в принципе, единственное, что можно назвать проблемой, да, единственное, что можно назвать запросом, а во-втором, в принципе, вы ничего больше не говорите. При этом, вот, данное подвешенное состояние ваше, как мне кажется, вызывается некоторыми вашими же взглядами, которые могут быть справедливы только для вас. И получается, что при наличии некоторого недоверия к себе, и, может быть, при некотором страхе ответственности за свои поступки, может быть, страхи потерять вероятного партнера, вы имеете достаточно жесткие, как мне кажется, эти внешние рамки, которые не пересматривают с вами, а которые, наоборот, как мне кажется, создают ощущение клетки для вас. Что касается ситуации в целом, то я вот когда читал ваш текст, подумал почему-то о вине, что так себя ведёт человек, чувствующий вину и страх, что сперва я тебе подарю подарками, чтобы ты не чувствовал себя, там, обделённо, использованно и прочее, а потом я от тебя уйду, потому что я чувствую себя виноват, ну, или как-то так, вот, то есть вы говорите о том, что он ведёт себя так, как будто вы в отношениях, не знаю, с точки зрения моего опыта, нет, человек ведёт себя как раз таки так, как будто вы не в отношениях, и он противится дальнейшему сближению. То, что вы говорите про ускоренность, отношения про вероятность измены и прочее, да, здесь всё возможно, то есть, возможно, если вы сейчас пойдёте на свидание, это может, конечно, молодым человеком интерпретироваться как измена, это правда, правда только в том случае, если он не настроен на отношения с вами, потому что если он не настроен, то он прекрасно понимает, что ждать вы его вечности не будете, а тут вот такое ощущение, что вы должны его ждать, да, получается, что не очень, не очень, как бы, хорошо, да, вот, поэтому я бы в этой ситуации поменьше думал о нём и побольше буду думал о себе, да, вот, я бы, может быть, обратил внимание на свою тревожность, на свой элемент тревожности, я бы обратил внимание на неуверенность в себе, я бы обратил внимание на значения, на значения партнёра и отношений, на значения интимных сфер, сферы интимных отношений, тоже, вот, и, вот, как-то уже из этого, исходя, строил бы дальнейшую модель своего поведения, поведения, потому что, когда человеку сложно себе доверять, или когда человек вообще себе не доверяет, по, ну, каким-то причинам, вот, неважно сейчас, каким причинам, сложно достаточно соблюдать личные границы, вот, сложно, и, как мне кажется, сложно сделать это вам, то есть, мне кажется, что вам, сложно соблюдать свои личные границы, вот, потому что, ну, вы не доверяете себе, как раз таки, и моя идея заключается в том, что, чтобы быть в отношениях счастливой, да, неважно, неважно, с кем, с этим, молодым человеком или нет, кстати, о каких отношениях хотят речь, если вы говорите, что вообще о нём ничего не знаете, то есть, по сути, это на данный момент случайный для вас, случайный для вас знакомый. Так вот, что вы вычислили в отношениях, нужно доверять себе, нужно иметь четкие границы, границы, да, вот, что я не готовы делать, что я хочу делать и так далее. Ну, это не означает какие-то рамки, у меня означает какие-то, какие-то скрижали, да, то есть, вы не печатаете эти границы, значит, на бумаги и так далее, нет, важно чувствовать их, потому что с разными людьми они разные, и возможность заметить что-то такое, очень важно, вот, вот такой ответ я могу вам дать. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это поможет вам начать работу над собой, сформулируйте всё-таки свой вопрос, который вы не задали, вот, желаю вам всего самого доброго.